привет привет ты уже не можешь без не до там масла че не нравится ты зарядку делаешь ты желтая как цыпленок дело все желтое наши малыши растут не по дням а по часам да этот общий день весь оперился красивый достал танцеры такие разные да или сразу сказал что тут много пород по вырастали как на на петушку просто по большой не знаю до них аллергия кушают они много пьют они много да вот это за начальницу кормушку съели надо давать корма я насыплю может молоть уже перестанем ты че так дрожишь не ожидал что посыпется так как алина как они сейчас уберем ты почи велица без похоже нынсие атини ими ты почи велица проoughске быть мощнее та без тоже нынсия атини ими ты почи велица там вот были комментарии что кормушка не такая не знаю мне очень нравится и так в рядочек из двух сторон в рядочек становится как общая картина ой он выше клетки один подлетел вот этот как взлетел выше клетки а мы никак не научимся до за хлебом а еще что-нибудь надо надо было заказать на вечер закажу здесь наши огурчики подрастают потихонечку интересно будет с них толку здесь друзья книга вот такая вот заказывал это заказывал в тульской области здесь вот про помидоры про удобрения вот здесь вот на днях поеду покупать удобрения у нас здесь есть база буду делать смесь для рассады очень хорошо подходит эта книга стоила 90 рублей почта наша родная взяла что-то рублей 400 за доставку то есть мы раз там перечислили деньги мы покупали через интернет сказали все больше ничего не надо вроде как и почтовые расходы все включено пошли получать это в общем у нас еще взяли еще больше такая у нас почта россии с детства обожаю пшенную кашу и кукурузную надежда что за этот огурцы ты сажала сортовые или как там гибриды на подоконнике смотрю там что-то не не это там обычно пимпочкой сразу вяжется огурчик будет с них толк не будет наверно было не будет столько из них забыла герман посадить очень дорогой и 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 здесь у нас вот чье-то гнездо было одно гнездо здесь тоже когда-то было гнездо а тут насекомое спит довольно таки интересное если честно кусаются больно терпеть их не могу не могу но и и а и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу вам показать еще. Вот они. Звери. Муха шевелится. Ведет. Скоро. Ой-ой-ой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. И даже муха там вот. Муха шевелится. Она, видать, немножко раньше муха просыпается. Если честно, немножко боюсь даже. Ой. Вон, где они зимуют. И муха рядом, смотрите. Муха рядом с осой. Видать, муха немножко раньше просыпается, а Саня успевает ее съесть там. Вообще, в осень едят муху. Надо же. Что тут еще есть такое? Я думаю, еще встретятся такие гнезда. Жутковато. Помню, раз прогрызли потолок осы. Вот. Никто не знал. Отец пошел спать в спальню. Они его искусали. Меня тоже много раз кусали. Я любил полазить по чердакам. Очень часто доставалось от этих зверей. Продолжение следует... Здесь еще вот такие звери. КОНЕЦ ОТ se Yanom Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тем временем на кухне ДимаTorzok 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 совсем небольшая, даже для канализации маловато, не знаю даже что с этим делать, а там что? ёжик, откуда он там ёжик, интересно живой он, может в спячке, сейчас глянем, может тогда отнесу в сено, спрячу ну вот, то что там черепица, бетон, куски сюда покидал, это куда-нибудь забетонирую, есть планы, бетонные работы будут, это вот куча саман, я вывозить не буду, на самом деле это не такая уж большая куча, в доме буду менять полы, я там под полом пусто, так что это все туда уйдет, потому что надо будет обрать землю, что-то носить вот это все уйдет, я думаю под пол даже мало будет здесь куча доски вообще на самом деле невероятно трухлявое, все гнилое вот, хорошо что я там не ходил потому что можно было запросто провалиться надо будет все порубить в теплицу, уйдет такая оконная рама жесть такая маленькая мощная это шифер тоже или в бетон уйдет, или он заезд в гараж периодически подсыпаю можно туда будет поломать посмотрим друзья, он живой дышит отнесу его куда-нибудь в сено положу прикольно вот железяка какая-то со старинного навеса не проснется не проснется спит но сейчас мы тебя спрячем друзья, здесь у меня где-то сено хранится навесик когда-то курица вот здесь сидела на яйцах спрячу спрячу ежика сюда интересно когда он проснется прикольно надеюсь не замерзнет вот здесь вот здесь вот нужен реально совет не знаю яму всю разбирать или или как быть вообще с этой ямой может вообще не здесь подвал сделать вообще я хочу чтобы на этом подвале потом в будущем стоял домик хочу два две лестницы два входа одну с улицы сделать одну прямо из дома с кухни чтоб можно было зайти в подвал не выходя на улицу что делать может его не здесь вообще сделать этот подвал а интересно как быть еще подумаем с надюшей ну наконец-то пришли ехали с магазина ездил да ездил сегодня без меня я не знаю что без тебя покупать ой кошмар тут у нас на микроволновке такой завал а а так попьем лимонады там семена есть а какие ну и купил вот такое вот такое взял себе попробовать вот такое вам взял попробовать просили петушок на палочке мыло вот такое не знаю зачем ну ты зайчик на палочке папа папа ходил сам в магазин ага на палочке вообще не знаю что я туда пошел в этот магазин вообще я сейчас скажу вам что я это вообще я ездил купил вот такую штуку купил вот такую штуку я зайчика хочу что случилось Алиса я хочу зайчика это надо вырезать подавилась у нее я хочу зайчика я хочу зайчика я хочу зайчика я хочу зайчика а я вот тут ладно буду руки снимать руки буду снимать я еще сниму вот это ну что хорошо снимает ну вот такую штуку купил ну как она манюсенькая вообще это пиктусок то есть вот это пиктуска ты какого-то пиктуска почти нормально я поснимала нормально а камера вроде а как она называется это ж не Сонька я думала Сонь а Соня что это я не знаю это 5,3 мегапиксера можно 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 ну и куча проводов В общем, Надюш, нам надо подумать, где у нас будет с тобой подвал. Ну смотри, я думал, просто тот раскопать шире. А сейчас, я думаю, мы же хотим его сделать под кухней, чтобы с кухни можно было спуститься. И теперь нам надо подумать, где будет у нас кухня, когда-нибудь в будущем. Ну может не под кухню, чтобы с кухни спуститься туда. Мой любимый компот. Что ты, Ципа? Только носки не желтые. В общем, я не знаю, что даже сделать с подвалом, где-то головой ударился болит. Мама, а что ты пугаешь ребенка? Ничего меня никто не ударит. Да мне самой страшно. Обычно всегда надо все это выключать, когда меняешь лампочку. лампочку. Они же пластмассовые все тут. Ничего. Пластмассовые. Ничего. Это первая лампочка у нас загорела. А я не помню. Наверное, нет. Одни вон две яркие. Мы, по-моему, сюда все яркие покупали. А вот эти все яркие были, да, у нас такие? Да. Получается, тут одна лампочка осталась. Вот. Тоже яркая, да? Да нет. Желтый оттенок такой. Мы брали, они все белые были, а эта желтенькая. На камере не видно, конечно. Одна только яркая, самая белая. А, вот самая яркая. Друзья, промчался еще один день. Как бы очень быстро, конечно, хотелось больше что-нибудь сделать. Хочу поделиться, пока никого поблизости нету. Завтра необычный день, завтра годовщина у нас с супругой. Годовщина нашей свадьбы. Я не знаю, что такого приятного сделать. Хочется какой-то сюрприз необычный. А фантазии вообще нету, никаких идей в моей голове. Ой, где-то шишку набил, не пойму, где ее набил. Такая шишка большая. В общем, цветы цветами. Хочется, чтобы для нее этот день был хоть как-то необычный. Завтра она работает. 6 лет она меня терпит. Надо же как-то вознаградить ее за ее терпение. Хочу сегодня на прощание, как всегда, поделиться текстом из Библии, послания Якова, 1 глава, 13 текста. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. То есть, если что-то сделал неверно. Не надо говорить, что это Бог там виноват. Каждый искушается, увлекаясь и обращаясь собственной похотью. «Похоть за чав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Похоть за чав рождает грех, а грех рождает смерть. В обратной последовательности мы согрешили, потому что вынашивали в себе какое-то желание. То есть, я увидел что-то, а у меня появилась похоть, то есть, хотение обладать какой-то вещью или злоупотребление, да, не будем говорить алкоголь, скажем, чай, кофе, тоже можно злоупотреблять. Ну, много чего, да, что я это делаю, потому что я хочу, потому что мне любимому это нравится, и поэтому я согрешаю. И, заметьте, здесь Яков говорит, что кто виноват, сам виноват, не Бог, но и сатана здесь не приводится. Например, видите, здесь говорит, что «каждый обольщается, искушается собственной похотью». «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Такой интересный текст, то есть, вину валить не на кого. Если я в чем-то согрешал, я сам в этом виноват. вот так вот. Спасибо, что смотрите нас, остаетесь с нами. Кто не подписался, подписывайтесь обязательно. До свидания, друзья, до новых встреч, всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова